Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш музыкальный радиогид Александр Филатов и моя субботняя культурно-подъемная программа «За чашкой кофе». Сразу оговорюсь, что передача наша сегодня будет необычной. Эту беседу, в буквальном смысле «За чашечкой кофе», я записал, будучи дома, в гостях у одной известной артистки, певицы, настоящей легенды 80-х. Сегодня именно она будет центральной персоной нашего эфира. За чашкой кофе. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, А в жизни как найти не знаю. Школьница, я все-таки в душе все та же школьница. От обид все так же под лопаткою болит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется, Но молва, как мама, в поговорке не велит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется, Но молва, как мама, в поговорке не велит. На минутку, на минутку, рассержусь я, не на шутку, не на шутку, рассержусь, только после рассмею. Вы, конечно, сразу ее узнали. Это певица Катя Семенова. После того, как в далеком 80-м она, никому неизвестная московская девочка, да еще и сирота, одержала победу в престижном всесоюзном конкурсе «Золотой камертон», ее сразу узнала вся страна. А потом была большая творческая жизнь и без преувеличения творческая судьба, присущая только по-настоящему большим творцам. Десятки шлягеров, самые популярные музыкальные программы, переполненные стадионы поклонников, сравнение с самой Примадонной – все это было в ее жизни. Ее стилю старались подражать другие певицы. Женщины 80-х массово копировали прическу Семеновой. Именно ей на протяжении целых 8 лет было доверено вести вместе с Вячеславом Малежиком одну из самых популярных советских передач – «Шири круг». Поющая девочка менялась, росла, серьезнела, оказавшись далеко не заурядной звездой-однодневкой. Не зря Катю считали self-made man, человеком, сделавшим сам себя. Если Екатерина Семенова не едет в Ульяновск, то Ульяновск в лице нашей программы идет к вам. Ну, Саш, ты же был у меня уже. Как живется сегодня? Прошли, слава богу, все вот эти ковидные ужасы, по крайней мере, пока? Говорят, не прошли, но у нас сейчас другие приоритеты, опять же. Недавно прочитала удивительную историю. Русские очень странные люди. Идет война, значит, санкции, все. А вся страна переживает за белого мишку, у которого язык застрял в банке консервной. Нас не переделать ни ковидами, ничем. Как бы я уже девушка такая. Я очень молодая, только очень давно. Вот. И все-таки я всегда была большим патриотом, да? Да, буква «З» у меня на двери. Патриотом своего Измайлова, своей родины. Измайлова моя родина. Не могу сказать, что я, как Ленин, прям всех на свете любила, кто у нас живет. Нет, конечно. Но вот с годами понимаешь, что все-таки наш народ, все, кто у нас живет, мы совсем другие. Мы особенные люди. Не исключительные, но мы другие. И поэтому, наверное, действительно нас победить невозможно ни в чем. Потому что, как это непафосно прозвучит, но я считаю, что реально правда на нашей стороне. И я в страшном с неба не хотела увидеть, что у меня под окнами ездят голые люди на велосипедах. И это так и надо, как будто бы. Или чтобы моего внука в школе называли не мальчиком, не девочком, а непонятно кем там. Поэтому, конечно, ситуация такая трагическая. Но, как сказал Молотов, победа будет за нами. Кать, у вас же есть свои заповеди, что ли, да? Только скрижали у вас другие. Это я так юморить пытаюсь. Я поняла. Ну да, у меня свои взгляды, они в принципе ничем не расходятся с чем-то правильным. Мы же сейчас про веру говорим. И про веру, и про вот это вот самое крепкое, то, что сломано. А, прочнее всего, то, что было сломано. Это у меня тут вывеска написана. Я же говорю, скрижали. Поживу никому никогда не навязывая свою точку зрения, свои правила. И вообще, я считаю, что никто не имеет права друг другу говорить, как надо жить. Но вот я, например, человек неверующий, и ты наверняка об этом знаешь. Я пыталась даже литературу читать, я и Библию пыталась читать. Для меня там очень-очень много непонятного. А вот так вот, когда люди говорят, да ты не вникай, ты просто верь. Я так не могу. И по поводу того, что я пытаюсь, я правда всю жизнь пытаюсь себя настроить на то, что человек должен верить в Бога. Я совершенно как бы не возражаю, что действительно кто-то есть. И прочитав, не всю, конечно, но Библию, я, в общем, много чего там не поняла. Язык такой малодоступный. Но основные-то, в принципе-то, просто общечеловеческие. Убивать плохо, предавать плохо, воровать плохо. Ну и по списку, да. Но это не обязательно ходить в церковь, там, биться лбом об иконы или об пол, я не знаю. Я так живу. У меня подружка есть, Ира Латина. Она очень такой человек, верующий, соблюдающий посты, там, какие-то. Актриса Ира Латина, да. И она мне очень часто говорит, она говорит, ты не запаривайся, Катя. Ты, может быть, больше христианка, чем многие, кто ходит в церковь. Я хочу построить храм. Я хочу вернуться к Богу. Я молюсь, чтоб зло и срам не нашли в тот храм дорогу. Будет он стоять и века, не на лжи и не на крови. Чтобы мог войти туда всяк нуждающийся в крови. Чтобы мог войти туда всяк нуждающийся в крови. Я на себе пишу, мы же начали с вывесок на мне. Я это назвал скрижанием. Я пишу только то, что если я вдруг забуду, чтобы я вспомнила, где что у меня написано. И поняла, что жизнь-то удалась. Есть, кстати, одна фраза. Я бы мечтала ее написать где-нибудь. Вот, видите, говорят, что это очень неправильный подход к жизни. На своем теле что-то там изображать. А вот я почему-то в этом ничего страшного не вижу. Это выбор каждого человека. И есть фраза, но она очень длинная. Я пока места не нашла. По-моему, Бернард Шоу это сказал. Никогда не оглядывайтесь назад. Там все без изменений. По-моему, замечательно. У меня есть вывеска, что счастье – это я. Не имею в виду, что я счастье для всех. Нет. Просто все мое счастье исключительно делается мной. Только я понимаю, что для меня счастье, что для меня не очень счастье. У меня на другой руке написано – это был припадок звездной болезни, видимо, когда я это сделала. Но я написала просто песню когда-то. И там есть строчечки. Для звезды очень важно летать. И в данном контексте это не означает то, что звезды. Нет. Я считаю, что каждый человек – звезда, который имеет право на полет. Ангел-хранитель, постой за плечами. В час, когда в небе темно от печали. В час, когда с крики давно отзвучали. Милых с немилыми в снах обвенчали. В час, когда больше нет сил жить ночами. Ангел-хранитель, постой за плечами. Ангел-хранитель, постой за плечами. Вы процитировали песню «Уходящая натура». Уходящая натура, да. Очень мудрую песню. Она удивительная. Я уже рассказывала эту историю. Я по жизни очень верный человек. Но в том смысле, что если я кого-то полюбила, но в хорошем смысле этого слова, то ничего измениться не может. Любимый актер, любимая актриса, любимый композитор или что-то. Я не говорю, что другие плохие. Вообще наши артисты замечательные. Но вот Игорь Матвеевич Костолевский. Очень люблю этого артиста. И лет 5-6 назад, наверное, в тысячу раз посмотрев фильм «Безымянная звезда», я решила посвятить ему песню. Ну вот как любимому артисту. Естественно, там эта фраза удивительная. «Звезды никогда не отклоняются от своего пути». Я думаю, меня же никто не осудит за эти слова, если я их позаимствую. То есть это и есть прямая цитата из фильма. И я вот выписала ее. Я еще раз посмотрела, чтобы было верно. Я записала «Звезды никогда не отклоняются от своего пути». И стала писать. И получилось, что это не совсем про него песня, а такая песня посвящения. И не обязательно тем, кого нет. Посвятил себя сцене. Ну да, действительно, это для всех, кто находит в себе смелость выходить в кадр, на сцену. Такая сложилась у меня песня. «Звезды никогда не отклоняются от своего пути». «Часто в одиночестве маются, но от себя не могут уйти». «А ведь кто-то их ждет на земле». «Для звезды очень важно летать все другое, мишура». «И никто не посмеет сказать уходящая натура». «Были молодыми и прекрасными всего лишь миг назад, А теперь путями неясными. А теперь путями неясными через года с надеждой летят их лучи, И грея нас на земле». «Для звезды очень важно летать все другое, мишура». «И никто не посмеет сказать уходящая натура». Получилась очень большая песня про призвание. И, кстати, мне показалось, я могу ошибаться, что после некоторого затишья вы стали больше выступать, и как раз появилась в тот момент эта песня. То есть «Звезды никогда не отклоняются». Это же и про вас тоже. Да, конечно. Можно ли сказать, что вы тоже не сразу, может быть, но поняли вот эту мысль применительно к себе, что звезды… Саш, ну ты же сам пишущий человек. Я понимаю, лирический герой, это я все понимаю. Не в этом дело, нет. Я иногда там говорю, вот мне говорят, вот такая песня. И я все время типа говорю, ну вы же не думаете, что я все про себя пишу? Я говорю, мне какая-то мысль в голову зашла, и я пишу. Но здесь есть некий процент лукавства. О чем бы я ни писала, я все равно себя имею в виду. Когда я пишу. Потому что это мои слова, мои мысли. Как учат в театральных институтах, где я никогда не училась. Перется человек, ставится в предлагаемые обстоятельства, и там существует. Надо это прожить. Я не могу влезть в чужую душу и написать песню вот про ту душу. Все равно в каждой песне, это все равно ты, только в каком-то другом немножко ракурсе. Я никогда об этом не думаю. Но когда этот результат уже готов, я понимаю, что я так тоже бы хотела, чтобы по мне люди скучали и ждали меня. А это к артистам относятся, которые как бы уже мало кому нужны. Да все мы там будем. Все мы такими будем. А что сегодня уходит, к сожалению, из кино, из театра, с эстрады прежде всего? Потому что вы певица, это ваш жанр, эстрадный жанр. Кстати, вот... Иногда смысл уходит. Отмечаю, что вы не боитесь представляться именно как эстрадная певица. Абсолютно. Ну а какая я? Это сейчас практически очень редко кто вспоминает, что было такое великое слово эстрада. Почему было? Оно есть. Я думаю, что нашим молодым некоторым надо как бы подумать и понять, что это есть, и это никуда не денется, потому что это наше. Вот эстрада как таковая, это наша русская история, российская, если хотите, советская. Не верю, что пришла пора Забыть о том, как жизнь прекрасна. Не верю, что звезда погасла Светившая еще вчера. Ошибкой не хочу считать Все то, что в памяти хранится. В любви последнюю страницу Еще не время нам читать Но если простимся Друг друга меня Ты все-таки помни Ты помни меня За гранью разлуки И прошлого дня Ты помни меня Ты помни меня Мне иногда кажется, что вот в основном уходит смысл происходящего. А молодые, они-то так живут. У них понятия другие. Вот у меня сын, ну не могу сказать, что прям малолетка. Ему вот в этом году 37 лет. Но он все равно, он существует в этом молодом мире. И если сильно посидеть, поговорить и разобраться, то да, ну да. А может мы им больше ничего другого не дали. Они же тоже то, что делают, я имею в виду в творчестве. Для них это важно. Они стараются. Вот Ванька мне ночью прислал два трека. Сын, да. Он сам делает рэп. Привлек уже моего с внуком Матвея, которому уже 13 лет. И он это делает хорошо. Там и с музыкой все хорошо. Имеется в виду с той подложкой, которую он находит, делает, микширует. И с текстами там очень хорошо. А еще он меня знакомит с творчеством своих коллег, наверное, да. Они собираются, они проводят какие-то вечерины. Мне кажется, что если реально вслушаться, очень многие вещи достойны уважения. Это опять же, это может нравиться, может не нравиться. А то, что уходит, ты говоришь, ну да, смыслы во многих смыслах. К сожалению, мне кажется, душа. И с года в год хожу я по земле, и за зимой зима проходит под ногами, и день за днем гляжу на снег, и наглядеться не могу снегами. И с года в год хожу я по земле. О, сердце у людей, живущих здесь, должно оно любезным быть от этих зим, прозрачным быть оно должно. И совесть белую, как снег, нести в себе. О, сердце у людей, живущих здесь. Но душу жалко уходящих. Душу жалко, но она все равно, она прорывается, она появляется. И в молодых. Это же смешно говорить, что вот наше поколение, это прям душа, но нет, тоже все разные люди. И среди нас и прекрасных полно, и душевных, и добрых, и подонков достаточно. Когда-то, выходя впервые на свои сцены, это же была такая совершенно отдельная, удивительная история, даже по меркам Советского Союза. История Золушки во многом. Об этом много сказано, я сейчас ничего нового, конечно, не произношу. Там все без изменений. Но, тем не менее, там все без изменений. И не сказать об этом нельзя. В 1980 году редакция газеты «Комсомольская правда» совместно со студией «Грамзаписи» «Мелодия» объявила конкурс «Золотой камертон». В течение двух лет около трех тысяч юношей и девушек принимали участие в этом интереснейшем состязании. И вот 12 из них вышли в финал. В их числе была ученица одной из московских школ Катя Семенова. Мы никак не могли Мы прервать разговор И дорога никак Нас домой не вела А у мамы в глазах Почему-то укор Мама, ты же сама Молодою была А у мамы в глазах Почему-то укор Мама, ты же сама Молодою была Сейчас очень модно снимать какие-то биографические фильмы биографические сериалы Сняли уже и про покойных артистов И про тех, кто ныне жив Подретушировав биографии Не будем называть этих людей Но вы знаете Мне недавно пытали на этот счет Своих коллег Вот, я как раз к этому И подвожу, ведь у вас же Придумывать ничего не надо Смотри, у тебя такая профессия Ты очень много берешь интервью Очень много Соответственно, у творческих людей В основном, да Которые о себе рассказывают И ты говоришь Блин, это же целое кино Возьми вон любую тетку Из соседнего дома Она тебе сядет рассказывать Это тоже будет целое кино Потому что сколько людей Столько жизни Столько историй Как правило, истории Сложных, неоднозначных Интересных Потому что я не думаю Что женщина, которая работает У нас в поликлинике В магазине Где угодно Что у нее за плечами Нет ничего Накапливается багаж Огромный, интересный Ладно, не буду я там Совсем преувеличивать Но про 50% наших людей Про 50% Про половину населения Можно легко писать сценарии И снимать фильмы В этом смысле Вы артистов не выделяете В этой категории Нет Я вообще эту профессию Не выделяю Никогда не выделяла Вот эта вот история Типа Ой, ну вы артист Прихожу в аптеку Стоят бабули Такие же пенсионерки Как я Только без Микки Мауса На груди, допустим Потому что я так хожу Ой, артистка Давайте мы вас пропустим Я говорю Я что, плохо выгляжу? Ну почему? Ну вы же артистка Я говорю А почему артист? И что? Я что, при смерти? Почему вы должны В аптеке меня пропускать? Вот для меня Это всегда недосягаемо И непонятно Да, приятно Когда выражают Там свое уважение Свою любовь Но это должно быть На концерте Вот я попила, вам понравилось Вот вам за это спасибо А все остальное Не знаю У него такая тяжелая судьба Ну покажите мне У кого легкая Нет, это очень хорошая профессия И я ее очень люблю Потому что я больше ничего не умею Но она просто профессия И то для меня Это всю жизнь увлечение Потому что я так и не обзавелась Образованием специальным Просто вот Мне совпало Мое желание Мое увлечение И мой заработок Не бывали разные Будни или праздники Цвет И мгла Но себе твердила я Перетерпишь, милая И Жила Я, конечно, грешница Но могу утешиться Хоть бы тем Хоть бы тем Что по свету белому Никогда не бегала Ни за кем Ни за кем А жизнь меня кружила Кружила и бросала И много мне дарила Но больше отнимала А жизнь меня кружила Кружила и бросала И столько разного Бывала Но мне мало Я думаю, что История эстрады Знает много примеров Когда люди Не учились Не заканчивали консерваторию Когда я начинала Это было важно Я не знаю, как я проскочила Именно корочку И каждый год мне говорили Тебе что-то трудно В ГИТС поступить На заочную эстраду Я говорю Мне не трудно, наверное Но мне просто некогда И потом я настолько Плохо училась в школе Что я не уверена Что я бы сдала Какую-нибудь там Историю, литературу Слушая ваше интервью Слушая ваш юмор Как Апина говорит Раневская наших дней О боже Нельзя Святое трогать нельзя Мне очень нравится Эта формулировка В ней что-то есть Я с трудом Себе представляю Что вы плохо Учились в школе Я как бы, конечно Не совсем тупица Окончательная Но в школе я реально Плохо училась Потому что я Наглая была Я привыкла Что меня все жалеют Из-за того Что я сирота И я Там в классе В шестом-седьмом Решила Что ну зачем Меня же все равно Из школы не выгонят У меня даже попенивать Стать тройка Тут гордиться нечем Но я этого и не скрываю Такая я была Молодая хамка Я действительно Как посчитала Что Ну не сделала я уроки А всем дан приказ Меня жалеть Ну и поставьте мне Двойку после этого Мы же сейчас Находимся В вашей квартире Вашей А до этого В квартире Ваших родителей Где вы Всю свою жизнь Родилась Да, родились Провели без Безотлучек Можно сказать Так не считая Гастрольной жизни Конечно Для меня это дом Я себя в других стенах Как бы не мыслю Именно вот что я живу Но где-то не здесь Даже в средней молодости Года Когда я очень хорошо Зарабатывала Возможность купить квартиру У меня была Практически всегда Я сейчас как бы вот Конечно Понимаю, что я не права Надо было ребенку Купить квартиру Меня бы никто не заставил Отсюда уехать Тут сглупило, конечно Но даже если бы у меня Где-то была хорома Я бы все равно Только здесь могла жить Это слово о постоянстве О котором вы говорили Что если Верность моя Верность Да Только здесь Только клён Я тебе предложу Не игру Не ключи Что остались в двери Упадешь Я тебя подберу Упаду Ты меня подбери Круг порочный Со мной разорви Если я допою Не молчи Мы как два бумеранга любви Кем-то брошенных в серой ночи Кем-то брошенных в серой ночи Возвращаясь к той истории Когда девочка Московская Приняла участие В всесоюзном фестивале Получила гран-при Это такое было Достаточно большое событие В смысле Прорыва Нового человека Нет и для эстрады тоже Появилась новая звезда Она зажглась Как относительно недавно Объявляя вас На славянском базаре Илона Броневицкая сказала Сейчас поет Наша всесоюзная девочка Катя Семенова Ей же надо было что-то говорить Мы же такой вас запомнили И после этого выхожу я И тут такая я Школьница всесоюзная Нет, Саш, на самом деле Вот эти вот истории С клеймом, со стереотипом Они какое-то время работают А потом они уже впротив Пользуясь соцсетями Потому что есть какие-то люди Которым может действительно Я интересна И вот буквально недавно Я не помню, что я повесила И мне пришел комментарий Что Катя, вы типа хорошая, конечно Но там в 80-е годы В вас были влюблены Почти все мужчины Советского Союза Так что типа Будьте любезны Приведите себя в порядок То есть я так понимаю Что надо сделать Пластическую операцию И сходить до состояния 42 килограмм В общем, что-то надо сделать Чтобы я соответствовала Вкусу мужчин Восьмидесятых годов Мужчины Восьмидесятых годов Они не стареют Они не стареют? Нет, старею только я Ну правда, я безумно благодарна Всем песням, которые у меня Когда-то стали популярными Но тем не менее Если бы я готова была С ними жить всю жизнь Я бы ничего в своей жизни Больше не делала Раз в год Раз в полтора года Выпускаю альбомы Потому что я не могу Не писать Не сочинять Не петь И то, что я делаю К себе я очень строгая Если бы я понимала Что это Ну так себе не очень Я бы этого не выпускала Другое дело Что этого почти Никто не слышит Ну нельзя 36 лет Кататься на одной песне Ну хорошо Не на одной Но все равно Люди Я взрослею Я сильно извиняюсь Я даже где-то старею У меня мысли Другие У меня как бы Чувства другие У меня отношение К жизни Оно как бы Такое же Человека поменять Невозможно Но оно у меня Все равно другое Более вдумчивое Извините Бережное Мир Где забываются Слова Ненужные слова Мир Что ты во сне Нарисовал Во сне нарисовал Мир Где кончается Боль В нем Будет счастлив Любой Мир Где рождается Счастье Так велик И прекрасен Мой мир Песни К ним тоже Со временем Начинаешь относиться Более внимательно Трепетно И основательно По-разному Вот есть ряд песен У меня Я за свою жизнь Продала Катастрофически Малое количество Песен Хотя Очень многие Исполнители Их поют Это другое Я имею ввиду Продала за деньги Песни За которые Я получила деньги Это чистая правда Я их даже Не могу Вспомнить Это все Это уже Не мое И судьба Их меня не интересует Поэтому Я очень редко Продаю песни А вот те Кто поют Это мои друзья В основном И если Песня нравится И она у меня Уже записана Я как бы С удовольствием Отдаю свои минуса Если они подходят Песня должна жить Но хоть как-то Поэтому я С наслаждением Раздаю свои песни У меня есть песни Которые я никогда Ни под каким предлогом Никому не дам Ни просто так Ни за любые деньги Такие песни у меня Тоже есть Это абсолютно Мои дети Вы же последние годы Стали и стихи Слова К песням писать Я все время Удивлялся Если честно В более ранний период Что вы этого не делаете А потом Потому что мне казалось Что я двух слов Не могу сложить Мне когда Приносили девчонки мои В основном Я с девочками работала Ты мне тексты давал Думаю Вот как вот Как у человека Вот это все получается Какие-то там Образы Там что-то Слепить надо Чтобы еще складно было А когда мне Кто-нибудь говорил Вот как ты музыку пишешь Ну музыку я Я не знаю как я пишу Но моментально Будем так говорить Если есть Или тема Или слова уже Не дай бог есть Это минутное дело А слова я начала писать С песни Блеска Видимо мне нужна была Срочно песня Для съемки Мне позвонила Катя Уфимцева И рассказывала Про съемку Приют комедиантов Где меня не было Да вот это Я это спела Это то сказала Не надо Я не знаю Я просто задала вопрос Который я не обдумывала А просто он пришел Мне к голову Я говорю Ну а что блеска Это какая-нибудь была И она мне говорит Ну какая блеска Ты же у нас одна А ты не приехала Я говорю Кать я тебе попозже Перезвонила И я значит Наваяла вот эту вот песню Тут же моментально Во всей этой куче Есть блестка одна И это я Во всей этой куче Есть блестка одна И это я Я ее спела Я ее спела на приюте Комедиантов Я видела реакцию Люди рыдали Я решила закрепить успех И для каждого приюта Комедиантов Я писала Песни Рыдали от смеха Да Внесу маленькую коррективу Вас же называли Клоунесс Ну да Потом мне вдруг Предложили За деньги Написать гимн фестиваля Гимн это ж не смешно Подвое Я сначала Сказала Что наверное У меня не получится Мне сказали Ну может быть Вы все-таки Попробуете С тех пор Я гимнописца У меня их уже Семь гимнов Кинофестивалей Потом У меня уже Достаточно много Довольно серьезных Песен То есть не частушка Как у автора текста Да Я короче Что-то втянулась Расписалась Я не знаю Как правильно сказать Единственное Что мои тексты Они не отличаются Какой-то особой Возвышенностью Я иногда Пишу моментально Тексты А иногда У меня существует Какой-нибудь Там допустим Куплет припев Вот они вот Вылились А дальше Я не знаю Что делать Это может тянуться Неделю-две Это похоже На какое-то Легкое заболевание Потому что Не знаю Как другие Кто пишет Я отключиться Не могу Вот я не могу Отключиться Пока я не найду Нужное слово Вот прям Ну нужное Вот которое Мне надо Это как деталь Пасла Я буду мучиться К сожалению С музыкой у меня Так не бывает Ну потом же все Все хорошо Мое хобби Песни сочинять Пожелаю Пожелаю в себе Удачи Написать Хотела песню Но сложилось Все иначе Не идут слова Хоть тресни Все слова Закончились Осталась Только музыка Чтобы возвращаясь Вот к той Советской школьнице Которую мы Сегодня вспоминали Что бы вы Сегодня Сказали ей Если бы была Такая возможность Хоть ничего Нельзя изменить Там Ну что бы я тебе Сказала Катичка У меня была Очень красивая мама И очень красивая сестра Я на них Вообще не похожа Маме все время Говорили Сов Ну как Ты такая красавица Ты Людька Такая красавица А мама говорила А Катька Вот такая Так вот Сейчас я бы сказала Катька Ты тоже была Красавица И жизнь У тебя впереди Была Замечательная Которая Вылилась В замечательное Сегодня Белое море И снежинок Будет за окнами Качаться Будет опять Непостижимо Близким и частым Но из окна На мир взирая Крепко сжимая Кружку чая Можно хранить Ключи от рая Не замечая Но из окна На мир взирая Крепко сжимая Кружку чая Можно хранить Ключи от рая Не замечая И просто так Под этим снегом Сквозь невозможное движение Можно искать Любовь полвека В изнеможении Можно как деревиши Кружиться Можно порвать Свой мир на части Только нельзя Остановиться В поисках счастья Можно как деревиши Кружиться Можно порвать Свой мир на части Только нельзя Остановиться В поисках счастья Желаю всегда Одного и того же Обязательного здоровья Обязательного света Тепла вокруг И внутри И я желаю Нам всем Мира Потому что Это очень важно Чтобы был мир Когда он близко Мы его не замечаем А когда что-то Стрясается То надо так сделать Чтобы Везде был мир Это были ваш музыкальный радиогид Александр Филатов Моя еженедельная субботняя утренне бодрящая программа За чашкой кофе И эстрадная звезда Екатерина Семенова Мира вам и добра До новых встреч В желтом свете фонарей Чья-то вдруг фигурка Чуть сутулясь под пальто Прячет крылья Здесь на маленькой земле Звонкой или гулкой Нам как будто волшебство Не открыли Здесь снежинкам все равно Прилетают ненадолго Разливаются ручьем Безморозным Здесь, когда тебе темно И глазам немного колка В желтом свете фонарей Ангел твой мерзлый И опять на зло чужой Ветер в душу вьюжит И стремишься ты в толпу За молчанием В желтом свете фонарей Ангел твой простужен Время даром не терять Обещай мне Знаешь, ангелы теперь Не сидят уже на ветках Но надеются и ждут Словно дети В желтом свете фонарей Брокит ангел не согретый И в ладошке держит твой Счастья билет Счастья билет Продолжение следует... ... Субтитры создавал DimaTorzok